За последнее время ведение малого бизнеса стало практически невозможным не только в Сочи, но и в стране. Более 150 тысяч предприятий закрылись. А все потому, что в 381 законе о торговле прописан запрет на смену специализации. Проще говоря, если предприниматель выиграл конкурс на предоставление определенной услуги, то осуществлять другую он не вправе. Сейчас готовится новая редакция этого закона и проходят общественные слушания. Сочинские предприниматели просят городские власти содействовать им в обращении к региональным, чтобы внести предложение по корректировке этого пункта в законе. Мы всегда говорили о том, что малый бизнес, чем хорош он быстро может поменять свой вид деятельности, посмотреть, держать по ветру нос. Поэтому я сам лично готов с вами вместе не только выйти на директора департамента, а позвонить губернатору, сказать, что давайте рассмотрим. Надо будет. Я позвоню Юрию Александровичу, председателю ЗСК, определите, что надо. Вторая проблема в законе о торговле – это определение двойного целевого назначения земельного участка, используемого в предпринимательстве. В Сочи на землях ИЖС, ЛПХ и лесодоводческих хозяйств работают порядка 6 тысяч предприятий. Законодательство говорит о том, что если предприниматель занимается предпринимательской деятельностью, то за ту землю, на которой он занимается предпринимательской деятельностью, коэффициент должен быть повышен. Хотя вот лично я не согласна с этим в корне. Объясню почему. Даже могу сразу сказать. Потому что мы, наоборот, не стимулируем, а загоняем предпринимателей в угол. По закону этот коэффициент должен быть увеличен в 30 раз. Благодаря работе коллегии депутатского корпуса в Сочи этот процент удалось снизить до 4. Хотя и это для предпринимателей немалая сумма, потому что есть еще и налог на имущество. Корректировка ставки налогообложения носит заявительный характер. Предприниматели должны обратиться в налоговую службу, где на основании решения городского собрания Сочи будут выставлять сумму с учетом принятого коэффициента. Эти налоги пойдут на решение социальных вопросов города.